Добрый день, дорогие друзья! С вами шеф-повар Сергей Легай и компания Мариадур. Часто так бывает, что гости уже на пороге, а на столе еще ничего не готово. Сегодня мы приготовим достаточно быструю закуску, которая порадует наших гостей. Готовить мы сегодня будем скумбрию. Мы сделаем скумбрию слабого посола. Она у нас засолится очень быстро и приготовим из нее мини-брускетты, которые идеально подойдут в качестве легкой закуски. Ну что, приступим? Значит, для начала нам потребуется приготовить легкий рассол для нашей скумбрии. Я подготовлю цедру лимона. Вырежу одну дольку, удалю косточки. Я возьму подогретую воду, она примерно где-то температура 40-50 градусов. На 300 грамм воды я использую 30 грамм соли, то есть у меня получается 10-процентный раствор. И возьму 10 грамм сахара. Воду я слегка подогреваю для того, чтобы соль и сахар быстрее растворились. Соль и сахар растворились. Добавлю небольшое количество лимонного сока и отправлю рассол охлаждаться, потому что горячий рассол моментально сварит нашу рыбу. Пока рассол охлаждается, подготовлю скумбрию. Вот у нас заранее дефростированное филе. Из него удаляем поперечные косточки. При помощи пинцета удаляются очень легко. Теперь я нарежу наше филе на порционные кусочки. Далее филе я отправлю в чашку. Наш рассол скорее всего готов, пора проверить. Рассол наш остыл, он комнатной температуры, это вполне подходит. Заливаю наше филе и оставляю его примерно на 30-40 минут. Этого в принципе достаточно для того, чтобы наше филе стало малосольным. Пока наше филе мало солится, подготовим остальные ингредиенты. Нам понадобится свекла. При помощи терки я натрую ее. Натертую свеклу приправим солью, черным перцем. У меня есть молодой чеснок, я его очищу. А дальше очень мелко его нарежу. Не хватит половины зубка. И теперь нарежу поперек, чтобы у меня получились очень-очень мелкие кубики. Если кому-то покажется, что резать чеснок вручную слишком утомительное занятие, можно в принципе воспользоваться прессом для чеснока. Дальше нам потребуется майонез. Теперь нам потребуется тост из ржаного хлеба. Добавлю в него свежесмолотый черный перец и сухой чеснок. Им я смажу ржаный хлеб. И отправлю его поджариться на сковородку. Тем временем подготовлю зеленый лук. Я его нарежу длинными перьями. Сделаю несколько аккуратных веточек укропа для декора. Тарелку задекорирую лисами салата. При помощи полотенец питаю излишки масла. В процессе жарки обычно немножко корочка грубее, поэтому грубую корочку я обрежу. Тостики выложу на тарелку. Поверх каждого тоста выложу нашу подготовленную свеклу. Теперь необходимо продегустировать нашу рыбу. Что же у нас получилось? Достану ломтик. Отрежу небольшой кусочек. Рыбка отлично просолилась. Теперь поверх каждого тостика я выложу ломтик рыбки. Остается сделать небольшой декор из веточек укропа. К тому же укроп у нас очень ароматный, поэтому это будет не просто декорация, но и очень яркий вкусовой акцент. И последний акцент мы дадим при помощи цедры лимона. Ну что дорогие друзья, наше блюдо готово. Блюдо готовится очень легко и быстро, а получается очень и очень вкусно. Обратите внимание, что нарезанная небольшим слайсом скумбрия просолилась максимально быстро. Обычно уходит на засолку рыбы как минимум одни сутки. Здесь же мы можем сделать малосольную рыбу практически моментально. Дополнение из ржаного хлеба и заправленной свеклы создает очень гармоничное сочетание. Поэтому я рекомендую, используйте этот рецепт, готовьте, пусть вам и вашим друзьям будет вкусно. С вами был шеф-повар Сергей Легай и компания Мариадор.